Мы продолжаем серию репортажей о расселении из аварийного фонда жителей Дальнего Хранка. Сегодня мы приехали на улицу Комарова, 18, код, кис-1, чтобы узнать, как продолжается прием заявлений на выдачу жилищных сертификатов. На данное время, на 12.40, у нас принято сегодня уже 5 заявлений. Некоторые жители посещают приемную по несколько раз и только после этого принимают решение. Есть такие, которые приходят 2-3 раза. Некоторые уже по третьему разу приходят и в итоге приносят заявление на получение сертификатов. Прием заявок на выдачу сертификатов, на основании которых можно приобрести другое жилье, осуществляется до 1 июля. В настоящее время принято уже более 400 жителей. 105 из них изъявили желание и написали заявление на приобретение сертификата на 86 жилых помещений. Соответственно, в процессе общения с жителями выяснилось, что более 80 не подходят под критерии программы на получение сертификата, потому что имеют иные жилые помещения в собственности. Из поданных заявлений на 86 жилых помещений, как я сказал, уже 19 мы отправляем на оценку. Жители по межведомственному взаимодействию проверили, все документы собрали, полностью жители представили, мы собрали по межведу. Соответственно, уже передаем оценочной фирме для проведения оценки жилых помещений, которые будем изымать. Соответственно, 60 заявлений еще в работе. Напоминаем, приемные, где принимают заявления на выдачу сертификатов, находятся в доме 18, корпус 1, на улице Комарова. Она работает до 1 июля включительно с 10 до 17.00. Анна Наприенко, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.